всем привет объясняю для новых зрителей что вообще у нас за проект такой и для тех кто может быть там забывчивый может быть забыли вы проект заключается в том что весь синдикат скинулся по тысяч рублей чтобы создать свою закрытую базу чтобы иметь свой общий автопарк у нас было в прошлой серии 10 машин и две из них были проданы audi за 800 тысяч дзынь audi a6 продано поздравляем стаса тачка уезжает в курс и бмв е12 за 190 тысяч которую мастерская синдиката собирала тоже дзынь короче у нас восемь машин и более миллиона денег денег сейчас приедет и такое что ткач на пижо они ее восстановили на канале мастерская синдиката можете посмотреть и я сейчас впервые увижу эту пижо в хорошее состояние надеюсь на ней не приедет она там стоит она там уже стоит а кто а он приедет зачем а ну типа показать презентовать мне дать ну давайте я готов а не все так просто дед пижа нету его вечером поздно звонили ткач типа открой шлагбаум мы привезли машину я открыл они она должна была быть здесь на парковке в салоне понятно там она стоит там она сказал я не понял она здесь или не здесь но вообще я думал что здесь они сказали сюда ну видимо спрятки тут нет пижо я тебе говорю они сейчас просто приедут и будет но он мне вчера сказал что я хочу чтобы утром приехали посмотрели поэтому я думаю что сейчас будет что-то прикольно не надо стоять как обычно спина с той спиной ну что-то едет по звуку по звуку она же должна быть бесшумная интересно она белая или серая есть проблема чё она ей пизда она плохая она белая она серая это как бы оно но не оно красиво сделали на эту машину я понимаю да красиво сделали руль в виде сердца смотреть жесть остается теперь только один вопрос так ну чё ты хочешь круассанчик да я хочу да я вот поел немножко суши хочу круассан где круассан круассан должен быть на третьем этаже нету его как так но его ночью сегодня привезли мы доделали его ночью и привезли сюда да ты врешь ты прикалываешься я клянусь ну то вы привезли да но по-любому ты знаешь что он не там лично загнали на третий этаж ты гонишь я тебе говорю она там должна быть ее там нет вы все обошли там нет машины вадим заболел вряд ли он куда-то поедет не ногу гуфу точно нахрен я звонил гуф сказал она там еще угнали мне кажется вы что-то мутите алло алло сейчас пароль скажет подъезжай это вадим меня пытаются и спрашивают где пижон а я ебал просто они думают что мы над ним прикалываемся мы думаем что сейчас будет сюрприз вы там приедете вау в смысле блять не это уже не смешно на самом деле бля я я рос этой ситуации вы блять вы чё гоните это мы сюда два ночи поставили для вадима и внатуре нету вот сразу за этим мерседесом под лампочки тоже у нас реально угнали тачку я не знаю давай кости звонить он испарился собственно говоря история с пиугиотом у нас закончилась собственно говоря давайте все вместе нет сань просто ты такой человек который всегда что-то говорит и это всегда где-то под ёбка там есть ну да да а когда ее там нет тебе не творится в твои глаза это знаешь это как кричать волки волки блять ты улыбаешься ты спалился уже да нет я вам клянусь блять да не может быть чтоб машина отсюда уехала блять мне кажется это какой-то развод мне кажется что они все равно будут потому что они не могли у нас из нашего салона угнать тачку ну не могли просто тогда чего мы ждем в игру Ватсон в игру привет здарова что здесь пижо не было пижо продано реально? нет ну нету пижо сегодня а где она? ну должна была быть здесь ну и я думал что она здесь а по факту ее нет вы не шутишь? да ты шутишь да хватит туда и прикалываться я не видел это реально в 46 или какая? так щас в 4 05 Кость открой шлагбаум это гуф мы снимаем все браток ты попался а машину в час она что говорит 4 часа писали открыть шлагбаум не в 20 час ты мне звонил открыть шлагбаум ну вот мы дальше сняли и поставили а ты говоришь я гуф писал давайте давайте а значит гуф что-то намутил гуф намутил гуф такой вопрос привет а ты зачем пижо забрал? я не забрал пижо нет ты в 4 часа ночи Косте писал открыть ворота может это настоящий гуф? может это Кость разводит? Кость бля не ну кстати с номера не гуфа смска пришла а просто смска пришла опа ты что под гуфа типа? чего? чего там у вас? вы нас позвали смотреть тачку которую вы собрали вчера мы приехали а как бы тачки нет то есть вы не подъебываетесь? нет вообще как бы мы думаем что это вы нас подъебываете а они точно на третий этаж ее поставили? давайте каферам поднимем гениально вон они пригнали ну это в 4 утра было ну ее видно сейчас я могу другую посмотреть может тоже будет видно вон кто-то ходит вон реально тут есть кто-то пришел вон еще тут ходит возле жиг с фонариками с фонариками мне показалось там чувак с камерой ходил на завесторон там было два фонаря зачем они подходили к жиге вот так смотрели жигу там они ходили с камеры и снимали все ну короче это выглядит так что это прям целенаправленно именно эту машину именно в какой-то вот знаешь это вот это какой-то прикол да? ну да это невозможно было так сделать просто будучи ты человеком с улицы и ты бы сюда бы не попал не нашел бы не нашел бы возможности ее не запустить не открыть шабау ну да тем более понятно что здесь камеры причем у нас даже выпуски есть камеры устанавливали здесь и как бы кто-то знал номер кости номер кости ага кто-то если шел именно из этой машины знал что Вадим именно вот в этот раз оставил ключи под лапашем запутанная история запутанная история не реально давайте все закрываем глаза если вот сейчас только зрители узнают если кто-то из нас мафия давай город засыпает стойте подожди чтобы мафия проснулась подожди так все закрыли глаза что город просыпается? нет мафия должна проснуться а мафия просыпается ну абсурдность в том что как бы это ну как бы все закрытыми глазами какая-то ерунда сколько может это Ваня? точно Ваня? а куда Ваня пропал на последнее время? он отдыхает ааа Антон Антон из канала Форсаж блядь мысли алё привет привет ну как у вас дела? да заебись вот тут Peugeot снимаем ааа ну и как красивая машина получилась? да охуенно шашка светится вообще заебись странно тогда получается у нас вторая такая же что ли? сука сука ебаня мы тут короче камеры подняли блядь все вы уже тут ваху если честно были ну все понятно блядь мы думаем ну не могли не могли вот так вот кто-то украсть потому что у нас же камеры мы же можем блядь в полицию подать ты кстати вовремя позвонил мы чуть не позвонили в полицию блядь а зачем ты так раскрылся? блин мы еще даже не позвонили это в полицию да 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 не мы хотели позвонить вот номер телефона который Костя типа откроешь лакбам это гуф вот и мы не позвонили это у него твой номер был меня вот интересует только один как бы вопрос как вы поняли что они пригодят Peugeot именно с вчера так мир не без добрых людей как оказалось я бы вам советовал в своей команде наверное поспрашивать ну хватит кто-то из наших он сказал что у вас пора пошеведить немного ты нас в прошлый раз так же говорил в итоге мы шеведнули тебя у нас завелась огромная жирная мерзкая крыса крыса воняет сыт крыса какого хера он прямо сейчас позвонил вот у меня почему вот именно в этот момент позвонил значит тут все-таки есть да Серега это ж актер да какой я оооо подозреваемый номер один что нас издал привет привет нет там в смске было написано я этой муф да да я ехал сюда и думал кто мог это спалить что ну вот типа кто ему мог спалить кому ему откуда ты знал что вообще про Антона я написал беседу да мы пытаемся уже вылазить да кстати это интересно это реально это игра прямо так включим себе шерлоков от любой даже самой ничтожной мелочи можно протянуть цепь логических рассуждений кто привез машину и поставил положил ключи ну вот конечно Вадим и Гуф да мы втроем все значит кто-то из вас Вадим где Вадим ну ну мы короче спалили что это ты это Антонус сдал чего блять нет не ты ну я спросил мошенники они или нет они сказали нет ну просто ты Вадим ой блять да ты Вадим короче Вадим точнее ты ткач и Гуф вот только вы знали что где ключи что машина приедет в это время и так далее да вот в том то и дело я с этого же в ахуе я думаю может блять Серега я не знаю кто сейчас прошу понятно при чем короче факт в том что кто-то один из нас всех сто процентов и является их информатором ну пока у него 2 либо Вадим либо Саня хорошо давай меня отметаем как факт окей окей отклил ну тогда все получается так я предлагаю Антона попытать я не знаю гуф за слово пацана яиан это Слово пацана, да. Кость? Слово мужика. Вот видос, как они снимают. Я думаю, здесь можно лица увидеть. Я думаю, там есть этот человек. Они прям к камерам подходят. Знаешь, это дерзко. Тут и наших никого здесь нет. Да, Лен, здорова. Здорова. Ну, вы, конечно, молодцы. Сработали, конечно. Ваня. С Антоном. С каким? Да что ты придуриваешься? Он уже сказал, что это ты. Не-не, а что мы сработали? Ну, Peugeot что угнали. Чего? Это же ты, да? Отвечаю, нет, я отвечаю. Слово пацана, да? Да-да. Что ж, благодарю всех за увлекательное дело. Я пришлю телеграмму, когда раскрою его. Короче, мы выясним и скажем вам об этом. Кто? Кто же среди нас сдал? Чего? Нет, нет, нет. Вообще, у меня стопроцентная Алиб. У меня стопроцентная Алиб. У меня стопроцентная Алиб, я спаун. За что нелюда? Это не я. Гамза, ты? Это не Миша. Миша честный. Вообще сочетание Мерседесов и Пежо, да вы сами знаете это фильм такси и мы хотели что-нибудь придумать вот как раз какой-то движ с Мерседесами и Пежо, но в рамках как бы своей команды, но так как это пошло вот с этими ребятами, они нам сами по сути устроили ну такие вот игры. А что они хотят этим действием вообще в принципе? Вот я знаю что они хотят, ты знаешь что они хотят? Хайпа. Да конечно. Что еще они хотят? Сейчас на самом деле на ютубе же много видосов, где просто написать Дубровский синдикат и сразу это плюс там 200-300 тысяч просмотров как бы и они тоже самое хотят сделать. Ну как их будут заламывать менты, это тоже хайп. Хайпа. Вот такие вот. Единственную инфу, которую Антон написал, это не переживай, а машина стоит в 15 минутах езды от вас в отстойнике. Как бы можно конечно примерный радиус обозначить на столько парковок. Потом если она внутри какого-нибудь гаража стоит, то все. Ну короче что-то придумать надо, нам надо раскрутить, во-первых понять кто информатор их, во-вторых надо найти свою тачку, если не получится, то найти где живет Антон, может быть его машину угнать. Давайте по порядку. Первым делом, короче, нам нужно оживить Мерседесы. Этот у нас обоссался маслом, этот обоссался антифризом, этот обоссался маслечком, не маслом, а маслечком, потому что там небольшая лужа. Этот не обоссался, красава, респект. Дружище, спасибо, красавчик. Это тот, который всю дорогу обоссался, засыхает тот еще. Вот, короче все машины почему-то потекли. Смотри какая штука тут есть, а? Прикольно. Ааа, братан, мой родной, от мамы другой. Давай. Но это другая машина немножко, это не Тарго, это механика, это 3,6 по-моему, трехлитровый. У нас по деньгам должен быть миллион как бы, да, но у нас нет миллиона. Почему? Потому что 470 тысяч ушли на канал Автосалон Синдиката и Миша сказал, короче вот 470 даете, я вам типа... Миша пошел и купил вот такую же машину. Да. Вот. И прикол в том, что он говорит, я короче буду крутить-вертеть там на канале Автосалона, и потом в ЗБС он пригодит тачку, которая будет стоить 2 миллиона рублей. Просто вот так вот сразу. Веселуха намечается. Вы короче посмотрите там и офигеете. Я так понимаю их простых вообще не бывает, они все либо с полосками, либо там космос, вот это все. Вот я сейчас покажу. Вот та комара, она вот выглядит вот так, чтобы вы понимали. Посмотрите на эту карту и посмотрите на ту комару. В принципе очень похоже. Детка, ты просто космос. Это дебетовая карта Тинькофф Блэк в космическом дизайне от Лэзи Скуэр. Детка, ты просто космос, когда тебя я вижу по коже мороз. Кстати, по этой карте вы получаете до 15% кэшбэка за 4 выбранные категории и выбирать их можно каждый месяц. 7% годовых вам возвращается на остаток. Также каждый месяц производится выплата. До 30% кэшбэка вы получаете затраты у партнеров банка, а список партнеров постоянно обновляется. Что у вас так много-то? Ни хера себе вас так много-то? О, еще. Подъехали на заправку, да, на тачке. Не выходите из машины. Просто оплачиваете через приложение Тинькофф и вы получаете 2% кэшбэка на топливо. То есть вы и силы не тратите, не ходите там до кассы вот так вот, да, и деньги еще возвращаете. Одни плюсы. Также вы можете оплатить парковку и платные дороги через приложение Тинькофф. Кстати, у меня хорошая новость для тех, кто пользовался инвесткопилкой. Тинькофф банк возобновили работу инвесткопилки в долларах. То есть с марта этого года из-за санкций были заблокированы деньги почти 200 тысяч человек. Но на днях банк выкупил заблокированные активы за свои 500 миллионов рублей и перезапустил торги. То есть все, теперь уже инвесткопилка работает в долларах. Можете откладывать небольшие суммы и автоматически их инвестировать. Ха! Фантастика! Добрая вещь! В общем, смотрите, карту эту заказать можно по ссылке в описании. Она реально крутая, все фишки и преимущества я вам перечислил. Ну и еще она красивая. Все, ссылка в описании. Ставим список в частей и все, пацаны сейчас поют за... Вот он список. Но здесь могут быть эти ошибки орфографические. Графические. Графические. Да, графические. Ну что, я жду. Нападай. Давай. Пацаны, надо машину искать, мы чем занимаемся? Все купили? Да, все купили. Сейчас Мерседес и Гамза поставят на ход и все. Готовы ехать искать Пежо. Криво отрезал, Жень. Блин, ну зато своими руками. Ручная работа. Сэрджо, мама миа, не попадаешь. Сэрджо. Что это вино? Как ты можешь разливать вино? Женя, блин. Ну надо вот боком, потому что, блин, я папа учил. Ты боком в чете ездил. Да ты, ты, все равно. Да он подталкивал меня только что. Уди от себя. Ну, пожалуйста. Сэрджо, быстрей. Сэрджо, ой. Алексиньо. Алексиньо, скорее. Алексиньо, скорее. Ну а что? Жень, а у тебя какое французское-итальянское имя? Серджо, Алехандро и... Дженева... Дженева. Хотя это Дженева, это же вообще Швейцария. А надо сережио. Дженито. Какое место? Дженито. Джунитто Все работает исправно, тачка починена официально заявляю Антон поднимается На чем? В смысле? Не знаю, он на чем-то едет Кто? Главное гонщик В смысле? Чего? В чем прикол? Что за бред? Мы хотели машину починить и ехать искать тачку и угонять ее обратно Но пойдем Здрасте Здрасте, блять Здрасте, Евгений А вопрос, а нахуя? Что? Ну, угонять было, если вы ее пригнали обратно Как это? Привречь себе внимание, здрасте Иван Ну вы как-то так себе Вы, блять, на полшишечки привлепли внимание То есть она была совсем угонять Мы сейчас, мы сейчас уже план составляли, как ее ехать искать А мы не отдаем И она сама приехала А мы не отдаем, мы сейчас покурим да уедем Вы не отдаете, блять Выходи, это наша дачка, блять Да это же Какая-то херня Ублюдки хреновы, я шел на перестрелку Вашу мать, только время удели Ну и что, все, ну они, все, все, челлендж закончен, все, давайте, до свидания, серия окончена видимо, да? Ну они что-то сдулись прям Я не знаю, нахера они это делали? Зачем они угнали, чтобы потом нам вот так приехать? Я не знаю, как надо реагировать, это хуйня какая-то получается Мы же ребята приличные и тачку, конечно, украли, но мы приехали договориться о гонке Шо? Опять? Что, нам какой интерес в этом? Деньги Сколько? Ну, тридцать Какая-то херня какая-то Вообще, мы должны были, мы должны были, блять, визюлей дать Да Не надо, мы же хорошие, мы тачку вернули Я знаю, что вы хорошие, как бы мы давно, ну, общаемся, дружим, но У меня есть идея, джентльмены Короче, я все придумал Антон предлагает гонки Гонки херня, это уже многие делали Мы давно хотели такую тему замутить Как раз мы эти тачки подкупали под это, но мы внутри своей команды хотели сделать прятки То есть Пежо прячется, Мерседесы ищут Если мы находим вас, то вы нам 30 тысяч рублей Почему 30 тысяч рублей, я сказал вообще давайте 200, но Антон говорит, у нас только 30, как бы, похуй Давайте Вы нам 30 тысяч рублей и говорите, кто информатор А если мы не находим, то мы вам 30 тысяч рублей и все И информатор наш Информатора можете, да, не говорить Машина кому достает? Машина, блядь, это наша машина, вы что говорите? Машина, мама, возвращаем Все, зарубаемся У вас 15 минут, чтобы спрятаться, а у нас 2 часа, чтобы вас найти Тик-так, мазафака Так, время 16.45 Короче, ровно в 5 часов, ровно в 5 часов, вы должны заглушить двигатель И давайте договоримся, мы должны утереть нос толстым колбасникам и напыщенным Дэнди Мы побили их на чемпионате мира и отстоим свой титул Знаешь, как мы можем выиграть? Попросить Костя не от первой шланги Афаум, через 5 минут откроем, видимо А сколько у них на поиске времени? 2 часа, не сказать Не найдут Мы сейчас так уедем, что вы охереете Они 100% повернули там налево и поехали в сторону Митина Условия для нас проигрышные За 15 минут можно так спрятаться, что ты Это вообще, вы представляете, это район, это Москва За 15 минут можно далеко уехать План нужен, план У нас есть Серега, он на коптере летает Можно подниматься на коптере и смотреть машину Но я не представляю, это зона поиска У нас 3 машины, нам надо разделиться на 3 команды 3 команды 3 команды С вами Миша, 3 девчонки и мы Все? А, Гамза Давай, давай, девчонки и Гамза Потому что если у них Мерседес сломается Да То Гамза его починит Потому что он прямо сейчас это делает Итак, девиз нашей операции такой Согласованность, продуманность действий, активность Ага, я понял, бензы нет Здесь нет Я не хочу заправиться отдать Ну да, давай На следующий Короче, первым делом мы на всех едем на заправку Мы очень много времени тратим на сборы Все, ребята, мы спрятали тачку, как могли Все, теперь наша задача отсюда эвакуироваться нафиг Чтобы не попасться здесь, в этой точке Я не помешал? Нет Нет Пожалуйста, чем обязан? Общая тревога Ну что? 59 минут Знаменитая фраза Помощи нам! Я знаю, им всем надо на заправку У меня есть шанс успеть Чего? Это их Камара стоит, суки Ты думаешь, это их Камара? Ну здесь обязательно Форсад Да ладно Давай ее угодим, да и все, и не будем искать ничего Как это возможно? Ну они, видимо, приехали сюда, вот к салону И оставили здесь машину, прыгнули в Пежо и приехали Я даже не знал, что у них есть такая Димас, тебя ждем скорей Здорово, Димас Здорово У нас угнали Пежо, нам нужно ее найти Все Серьезно? Да, где-то в Митино Да, где-то в Митино Так, что я пропустил в смысле? Это типа шутка или не шутка? Не-не-не Это не шутка? Блядь Спасибо Фрубка Давай мыслить так, вот ты едешь на Пежо, у тебя есть 15 минут, чтобы спрятаться Дворы можно использовать? А, конечно, а что еще? Я думаю, это по-любому двор Это по-любому двор Чтоб заезжал Здесь справа есть ебучая закоулочка, кстати Которая мы просто для всяких случая чекнем Ну, как будто бы нет Почему? Они в панике ехали Они в панике по-любому где-то здесь вблизи, они не тормозили Да, они такие, о смотри, полурот, надо налево, да, да, надо туда, туда Как можно дальше уезжали, чтобы круг расширить Ну вот, посмотри сам Че не понятно? Понятно, что ничего не понятно Да? Да, отправляй Че скинул? Мусорку Сука, ищу ЧБ Мусорку черно-белую Перешли это все Я знаю, что это Двор Вдоль Пятницкого шоссе типичные мусорки Да Это где-то у Пятницкого шоссе двор Подождай, а че за такие квесты, когда в реале украли, но скидывают координаты? А у нас что? Типа Мерседес и мы как в фильме, этот, как он, такси, да? Да Ты просто опаздываешь, Димас Нормально, я пропустил Все Такая вот мусорка с 3 похожа Давай поставим машину, пешком просто обойдем, посмотрим Нет, не она Потому что там, вот здесь, видишь, нет желтой штучки, вот такой вот Похоже, но не она Блин, знаешь, такое ощущение, что это этот район, потому что она вообще один в один Реально, она в один в один Будем использовать план «Б» Выпускаю хищника Там все, там закрыто, они не смогут туда проехать Ну ладно, возвращай его Все, погнали Дай присмотрю, что ты смотри за сути софором Смотрящий за сути софором Пока красный Мигает Оранжевый, но не нам Жалко, здесь возле мусорок не ссало, я бы запомнил ее А что там сзади непонятно, да? Нет, понятно, это деревья Деревья сзади? Да, вон там деревья Это реально деревья Это какая-то открытая мусорка Да Давай Извините, пожалуйста, а вы не видели тут Пижоне проезжала такая старенькая серая с вывеской? Спасибо большое Спасибо большое Миша, единственное, попить не купили В магазине проще купить, типа тут дорого Я Миша, как всегда Да Я искала тебя Годами долгими Искала тебя Творами темными Я здесь везде эти мусорки Я тебе больше скажу, здесь везде Пижо Но не те Ну да Годами долгими ночами Ну это, блядь, это очень сложно Так-то реально 15 минут хватает, чтобы спрятаться так, чтобы ты вообще хер нашел О чем я? Мы в дерьме Мы в дерьме Чего? Это она же В смысле? Это она же Комары Да ну не может быть, блядь Нет, ну это... Точно? У него этот... Это она же Как такое возможно? Как, блядь? О, подожди, там посмотри, форсак, знаете, написано? Давай за ним пошли Да? Это она Вы, парни, думаете о том же, о чем и я? Хочу сказать, что я слежу за вами А вы слежите за мной Блин, велоспашина еще такая приметная, сука Вот, 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 направо прям Вот сюда, за забор Так, я туда поеду, тетенька Приезжайте, пожалуйста Да Да Мы тут в игры играем У вас тут серьезные дела Семья, дети ждут Да, в игры Ну почему они не сели в машину туда? Ну они, скорее всего, налегкие такие входят А вон он, вон он, пришел А, это вот оператор, да? Задник, быстро Женя, зайки, быстрее, пока там Портер Не спи Все Назад, просто назад Уезжай, пока Портер Прикинь Не буду, не буду, не буду А, не в другую сторону поехать Нормально Тихо Тихо, держи расстояние Тихо, держи расстояние Ну понятно, что расстояние Ты попалишься Женя, ты палишься? Женя Женя, это очень палевно Женя Кино это по-другому работает Это как в игре какой-то, знаешь, шкала типа Отдаления там Отпусти его, отпусти его Тут тормози, тут тормози Вон там они стоят на светофоре Тихо, тихо, тихо Ты их видишь? Они на красном стоят, да Саня, я помогу их упустить О, все, зеленый Женя, они едут направо Блин, у нас красный А-а-а Стоим, надо же стоим, ждем Бля, ну они, да, они все Сука За что? Ну все, мы упустили Все, нам конец Хана Трындец Может они специально, короче Нас чтобы запутать Повернули направо Мне кажется, они нас палили Ну конечно Наверно, да Бля, тебе получается следить за машиной Очень сложно Особенно если знают тебя Особенно если у тебя кабан дизельный Ха-ха-ха-ха Бля-ять Как будто бы слишком Тугой двор Как будто все здесь дворы тугые Давай спросим Ребят, извините, а Пюжо не видели, здесь серый не проезжал? С огромной шашкой на крыше Понял Спасибо Спасибо Мне кажется, надо людей искать, которые прям Знаешь, типа охранник У меня мент здесь есть, Саня Давай я ему позвоню Он прямо вот здесь живет в этих дворах. По камерам пробьет? Да. Глаз Бога. Чего нам зря мотаться по всему свету и рисковать своей жизнью? Программа же любого найдет. Серьезно? Да, ведь на камеру можно полностью маршрут проложить. А он может? Давай, давай, давай. Тему телефон. Привет, мы это, такой вопрос. А ты сейчас о работе? Да, нет. А есть вариант быстро отследить, куда уехала машина? Нихуя себе. Она где-то на стороне в Митинах. Быстро, ну не факт, что быстро получится. А где в последний раз видели ее во сколько? Она выезжала, получается, 20 минут назад из... С Белобородова. С Белобородова, да. И ехала в сторону Митина. Митина куда-то. 406-й Peugeot с огромной, блядь, таксичной шашкой на крыше. Приступим к делу. Сань, 16.55, она была на Цариковом переулке напротив радиорынка. Выезжала на Пятницкое шоссе. Понял. Так, еще направилось продиктовать. Стой, тупик, тупик, тупик. Еще раз продиктовать, Дрюс, пожалуйста. Цариков переулок, перекресток, где радиорынок, короче. Ну нормально, нормально, нормально. Мы их найдем. Да. Они дальше намного поехали дальше. У нас есть инфа, что она была, где радиорынок, перекресток, выехала на Пятницу. И где этот радиорынок, он там проезжал. Там радиорынок, что там был? Да. Радиорынок далеко. Да, Санечка, Санечка. Пятницкое шоссе 16, поехал у дворын по дуплеру, короче, Пятницкого шоссе. Пятницкое шоссе 16? Да, по дуплеру едем. Пятницкое шоссе 16. Четвернадцатого дома. Это направо. Час направо? Да, 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 час направо. Дуплер, это где вкусвилл? Что-то такое там есть. Азбика вкуса, интимный магазин там еще есть. О, поехали за д***. Сейчас Морседас напихает, получается, этому французу. Вот, смотри, видишь? Прямо и там направо на дуплеру, понял. Да, алло. Ищи в районе дворов Пятницкая шоссе 16, коробус 3. Ага, понял. Давай. Спасибо, давай. Как он даже из дома где-то увидел кого-то. Вот, смотри, вот. Это эти дворы и смотри налево. Ты налево куда-то. Вот там мусорка. Да? Видишь, это она? Да, похоже. Но они все тут одинаковые. Димас, Берли, посмотри, мы тебя подождем. Давай. Через куску пролезь. Димас сейчас там с ружьем. Как этот капитан Жибер, помнишь, он обмазался все вот этой херней. В хайке полез. Мы бы их не нашли. Мы бы в жизни их не нашли. Это слишком далеко. Вообще бесполезно. Много проверять. Очень похоже на мусорка. Бля. Это не та мусорка. Я иду к тебе, козанчик. Пятницкое шоссе, 12, корпус 3. Здесь, вокруг, должно быть это. Если у меня дрожат щеки, поставьте лайк. Да, алло. Не нашел, Сань? А, мы встали здесь, отправили нашего гонца. И он сейчас там... Сейчас, Ганец звонит. Сейчас, Ганец звонит. Да, Димас. Димас, стоп-тамчанин номер один. Я очень плохо бегаю. Давай. Второй я нашел ее. Ты нашел ее? Димас нашел. Стоп-стоп-стоп-стоп. Димас нашел. О, я нашел. Я нашел ее. Мы нашли. Нет? Да. Где они? Мы нашли. Кто написал? Они нашли? Кто нашел? Александр Ткаченков. Короче, 35 минут, да, прошло? За 35 минут нашли. Ну, так-то это... Ну, это так-то, блядь. Я даже, знаешь, я такой охерел. Так-то мы можем просто вот так за 30 минут найти тачку. Ну, так-то у нас команда 20 человек. А скажите, а каким образом вы нашли? Ну, типа, вы же не просто искали, вы же прям точный адрес знали. Это как вообще получилось? Евгений Павлович, когда у тебя большая команда, у тебя большие связи и возможности. Считай, сейчас... Едешь, расскажем. Давайте. Вот наш Peugeot. Вы молодцы, друзья. Просто команда мечты. Я вами горжусь. Ну что, получается, вы ничего не нашли? Как вы нашли? Мы мужчины, мы можем. Гамза не в обиду. Михаил Михайлович, ваша пицца вовремя? Да, условия было на Мерседесе. Я тоже на Мерседесе. Давайте пиццу. Вообще, мы видим, скорее, у рынок вон там. Ага. А ты видел, что они делают? Они на Peugeot жрут пиццу. Спасение француза. Красанчик дома. Расскажьте, как вы ее нашли. Нет, потом. Но это было филигранно. Нет, какое-нибудь французское слово нужно. Простите, мой французский. Белиссимо, да? Нет, итальянский. Ну, Настя, ты же французский знаешь. Бон аппетит. Монифик. Как? Монифик. Монифик, понял? Ну, кстати, это прикольно. Ну, так найти машину и еще на ней пиццу есть, это прям вообще, сука, разъеб. Прямо вообще разъебали. О, музырка. А вон Миша. Ага, Миша. Че вы? Обожрался. Блин, смотри, там целая вся, они сидят, как старушки на лавочках. Ну, в общем, вот. Охренеть. Расскажите, как было-то. Вам сразу прям все, прям в лоб? Не, на самом деле, на самом деле, мы, преследовали их машину, и в какой-то момент мы просто остановились на красной, и они потерялись. Да. Мы можем их найти. Ну, так круто, знаешь, так круто. А как вы можете их найти? Мы можем их найти сейчас. Мы можем их найти вот так. Десять минут, мы их найдем. А, я понял. У Сани, наверное, есть какие-то контакты с камер отследили, да? Серьезно? Это заняло три минуты. Санаторать жопу Антохи, это уже как жизненная цель. Ну, прикольно, что у нас такое есть. Круто. Теперь будем знать. Мы свои же суперспособности открываем. Вы на полном серьезе думаете, что вы, эммм, супергерой? Возможно. Если что, это, это, безалкогольный. Сейчас, я скину и подпишу. Типа, мы уже поели, ждем вас. Жопа. Суки. Ну, как они это сделали? Бля, они какие-то непобедимые, реально. Бля. Здрасте. Как дела? Хуёло. А теперь главный вопрос всей нашей программы. За что не люди? Да. Кажется, кто гасился всю серию, вот тот и информатор. Что-то делал? Вадим гасился всю серию. Его вообще не было. Ну и русс, Ваня. Давайте какое-нибудь наказание информатору. Это же типа наш человек. Что ему такое жесткое? Знаешь что, проблема в том, что этот информатор хотел типа для нас сделать прикольную такую движуху, нам устроить эту встряску. И знаешь, на самом деле-то, ну, согласитесь, было же круто. Не, ну, все равно он должен же понимать. Наказать ему надо. Вот так. Следующий раз, когда ты будешь кидать визу в синдикату, подумай хорошо. Подумай. Когда-нибудь мы выиграем. Когда-нибудь ты разоришься. Сейчас счет 2-0. Ваша польза. Но когда-нибудь мы выиграем. Ладно, кто информатор? А что-то его здесь нету. Мы так и поняли, что его здесь нету. А мы догадаемся. Кто информатор? Кач, Гамза или Серега? Серега. Подумайте еще иначе. Дождем, он сказал, что его здесь нет. Есть он или нет, уже не считается. Потому что я там что-то не видел, когда подошел. Правда не видел. Короче, Кач, Серега или Гамза? Да. Да Серега. Серега. Нет, точно не я. Да ты. Да ты. Говнюк, а. Он клялся мне, что это не уляет. Да, он до последнего прям вообще. Как будто бы не стоит ему больше денег. Да какой я? Блядь, Серега, я не знаю, кто. А я при чем? Смотри, какой хитрый, он точно. Ты все знаешь? Какой-то это? Мы же выяснили. Все напиздело получилось. Давайте какое-нибудь наказание информатору. Это же типа наш человек. Что ему такое жесткое? Ты лечешь по другу и в сторону. Ты припутал, что? Я подножку подставлю. Где тридцатку? Где тридцатку? Где тридцатку врать? Брат, блядь. Ташку, ташку нашли. Кто поменял козырек местами и все, типа думаешь, что это не ты, мы тебя не узнаем? Согласен, это не лучшая моя маскировка. Короче, кто бы в здравом уме стал бы угонять тачку. Это по-любому полиция и все дела. У вас там охрана, у вас там камеры. А Серега объяснил вам, как все это можно аккуратно обезвредить и как можно забрать тачку. При этом, поскольку мы знакомы, вы же не были на взлыбке. Знаешь, как все сложно? Знаешь, как вот на душе вот врать друзьям, блин, вот это вот. Когда тебе спрашивают, девочки спрашивают, Серега, это ты? А я такой, нет, блин. Вот эти вранье, это вообще не для меня игра, отвечай. Я вот с вами, ну, больше не хочу играть. Ему стыдно. Что он такой, ган... Да ладно, не обижайте Серегу. Ну, Серега, на самом деле, сделал так, что деньги в итоге есть в банке. Ну, в принципе, да. Ну, да, казначей. Все, 30 тысяч. Дзынь. Прикольно, я пора распорю. За последний, наверное, там, сезон вот этот вот. Вот два ролика есть, которые вообще самые охренительные. Это гонка и сегодняшний день. Круто, значит, не зря. И мы тоже взбодрились, и вы. Спасибо вам еще раз. Все. Знаешь, что интересно? Мне интересно посмотреть, ну, как они это воровали, эту всю такси, вот эту всю фигню. Вы же выложите, ну, вот прям все, начну вот эту съемку. Наши серии. Вы против музыки не возражаете? Нет. Может, поедем? Мы не проедем. Проедем, проедем. Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах? Это чисто Индия. Чисто в рупях проезд. Извините, но это такси индийская версия. Это как бы снимали такси в Индии. Вот примерно так. Так-то как будто мы только что француженку от Эмиля. Ходишь, они гонят, они, Пежо охеренно идет, а ваши вот как раз таки трактора, вот только пыр-пыр-пыр-пыр, и все. Это было круто, и вторая глава проекта окончена. Мы будем распродавать вот эти Мерседесы и Пежо, и переходим к третьей главе. Она будет тоже очень интересная. Мы уже начали, кстати, работать над ней. Все. ЗБС. Ушатывал бордюр, отваливалось колесо просто на ровном месте в дрифте. В Ауди ушатывал, в кювет улетал, страссы в камни улетел. Короче, все, что только не было. Короче, мы едем на этой камаре, и нам пишет информатор, на самом деле. Он нам пишет, мы следим за вашей камарой. Мы такие, опа. Да хуя ты это сделал, ты дурак, что ли? Я, нет, понимаешь, я... Он сидел все время рядом с нами был. Ты зачем все допалил вообще? Я думал, что он сейчас должен уехать под баран, дворами, вот так вот. А ты такой встал на своей машине и такой, ой, я не успею. Я говорю, ну естественно, они и уехали.